знаете меня всегда поражали женщины которые утром просыпаются вскакивают с постели и такие добрые утром и доброе утро цветочки доброе утро птички я проснулась пора делать мои рейские дела я вот из тех кто вот с утра выглядит вот так в течение дня тоже тому чтобы вот проснуться нужно знаете как-то походить побродить умыться почистить зубы самое главное выпить чашечку кофе я вот просыпаюсь когда у меня в руках чашечка кофе вдыхают аромат и и вот и тогда уже все можно начинать день у нас новая любовь мы хотим драть цветы я на самом деле сильно прям не запрещаю то есть я ее подпускаю к цветку просто для того чтобы знаете не было такого эффекта запретного плода короче как-то так ну что мой друг я пришла ставить кашку пока кушать согласна она согласна выгодная птички утром я кашу варить даю все еще с ложки потому что иначе она практически не поедет так как она у нас дефицитница по весу то мне нужно ее покормить кашей тоже на калорийные обед или ужин она есть сама осваивает ложку но кашу на все равно не сможет как только она ложкой научиться кушать а буду давать ей кашу она будет есть ее сама когда я кормлю ее кашей с ложки это не происходит под уговоры то есть хочет и есть хочет не есть тут такой же принцип работы как и с обедом или ужином когда она есть сама просто сейчас я кормлю ее помогаю ей поесть никаких там за маму за папу или какие-то игры с самолетиками паровозиками такого у нас нет целом я не приходится уговаривать поесть очень любит кушать утром просыпается с лишним аппетитом почти всегда нас едает все хорошо вчера были у педиатра варе исполнилось 9 месяцев и она весит 7 350 она у нас всегда все девять месяцев она у нас всегда не забирал вес хорошо весом она брала только в первый месяц жизни она там килограмм прибавила потом пошло вот на спад сначала переживала потому что педиатр постоянно на меня подавила в этом плане но я понимаю что ребенок отлично себя чувствует она хорошо разбивается нас все устраивает нет никакой проблемы что она весит вот так немного кстати в каком примерном возрасте дети начинают держать бутылочку просто варе 9 месяцев она до сих пор не хочет держать или я не знаю что игорь мне говорит так как она будет держать если ты постоянно ей держишь как не держать я но я же пыталась я отпускаю периодически она просто начинает орать типа эй ты чё я вообще-то есть хочу черепаха высадимся умоемся и играть кстати вы возможно заметили что у нас новый стульчик об этом расскажу чуть позже так как у меня есть правило во время дневных снов варе ничего не делаю отдыхаю то сейчас пока она еще бодрствует перед первым сном хочу немножко разобрать белье вот такая вот у меня есть кучка такая вот у меня есть кучка такая вот у меня есть кучка все я стараюсь гладить сразу то есть каждый день по чуть-чуть сегодня две футболочки погладила завтра там не знаю два полотенчика просто для того чтобы потом часами не стоять и не гладить целую кучу я просто не люблю гладить белье как-то получилось что у меня накопилось много белья и сейчас я его буду гладить человек поспал полтора часа поспала она у нас до полтора часа мама залипала на диване смотрела всяких мамаш на ютубе мне интересно я смотрю периодически потому что сама до стала вести мамский блог да на ютубе мне интересно как другие мамы рассказывают о своем материнстве сейчас буду менять постельные белья переодевать кое-кого потому что она чуть-чуть у нас описалась и вот сейчас я буду гладить потому что кучи эти сами себя не погладить и одновременно поставлю запекаться курочку в духовку потому что время обеда уже Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я поставлю в духовку курочку нам на обед, сварю макароны. Вчера у нас была запечённая картошечка, до этого там греча была, то есть стараюсь как-то два дня подряд один гарнир не давать. У меня может быть два дня подряд одно мясо, да, там, например, когда я делаю тефтели, то у меня их на несколько дней хватает, они хранятся в холодильнике. Несколько дней мы их кушаем, но именно гарнир стараюсь как-то чередовать. А сегодня будут макароны, Варька их просто обожает, как и все дети, видимо. И на десерт обычно у нас всегда какие-нибудь ягоды, фрукты. Сегодня у Варьи будет малина её любимая и бананчик. Сейчас обычно на обед я использую либо такую тарелку, либо обычную тарелку без стеночек, то есть абсолютно плоскую, для того, чтобы она не могла её как-то там перевернуть. Но чаще всего такая вот тарелочка на присоске, то есть здесь можно в разные секции положить разную еду. На самом деле эта тарелка, она хороша лишь тем, что здесь есть присоска, да, то есть она плотно стоит. Но вот то, что мама разделяет ребёнку еду, это не совсем имеет смысл, потому что всё равно в процессе питания ребёнок еду из разных отсеков, он её миксует, это всё превращается в единое целое. И я читала вот в книге по самоприкорму о том, что в принципе как-то разделять еду по секциям это не очень хорошо. Точнее я как бы примерно понимаю, почему, потому что читала книгу, но просто чтобы быть более точной, вот я про эту книгу у Полины Казимировой. Тут написано, берите тарелки без делений, потому что такое разделение может сформировать ошибочное восприятие нормы у ребёнка. В дальнейшем малышу может быть сложно принять тарелку без делений. Ну на самом деле, не знаю, в этом плане у нас никаких проблем не возникает, то есть мы можем есть и из такой тарелки, и из тарелки без делений, никакой проблемы тут нет. Более того, эти деления обычно разного размера, ну так, то есть здесь два маленьких, одно большое, и они могут создавать у ребёнка ощущение особой важности тех продуктов, которые оказываются в самом большом делении. Если, например, вы сюда положили мясо, а сюда там овощи, а сюда фрукты, то получается, что может сложиться восприятие, что мясо важнее, чем овощи или фрукты. Не знаю, можно с этим согласиться или нет, мне кажется, дети как-то так глубоко не копают, ну не знаю, я пока не замечала никаких проблем с такой тарелкой. Просто на самом деле, я заметила именно по моей варе, тарелка довольно-таки глубокая, да, здесь вот эти бортики, они довольно высокие, и просто как будто не очень удобно оттуда доставать еду. Но при этом, когда она ест из тарелки вообще без бортиков, у нас есть плоская тарелка из H&M, она просто берёт еду и её с этой тарелки смахивает, сбрасывает на столик, а со столика, например, на пол. То есть, когда есть бортики, то они хотя бы как-то предотвращают хотя бы частичное выпадение из тарелки еды. Ну, в общем, тут есть плюсы и минусы, выбирать, конечно, каждой маме, мы вот решили попробовать и такую тарелку, и обычную тарелку, и всё в порядке. Небольшой экскурс в детских тарелок. К слову, это тарелка французского бренда Biaba, у нас есть ещё глубокая маленькая тарелочка для каш, она сейчас в посудомойке, и у нас есть ещё приборы от этой же филмы. Мне очень нравится, очень плотный такой силикон, отлично отмывается, можно греть в микроволновке. Короче, я очень довольна, она довольно-таки дорогая, но мне кажется, она стоит своих денег определённо. Котёнок ждёт обеда уже. Тарелка конкурса. Музыка. 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 Могу часами смотреть, как ест Варя. Это вообще такой кайф, когда ребёнок сидит и ест. Я свой обед уже съела. Музыка. Раньше варюша купалась всегда перед сном, то есть у нас была такая традиция, мы готовимся ко сну, идем купаться, надеваем пижамку, да, вот это вот все. Но после того, как она начала кушать сама руками, мы перенесли наше купание на послеобеденное время, то есть как только она поела, я сразу ее вот так вот несу на вытянутых руках, сажаю в ванну, и она купается, потому что обеденное время это довольно-таки творческое время, и она постоянно вся измазана едой. Поняли, что для нас самое оптимальное время для купания вот именно после обеда, да, то есть она пообедала и скупалась, потом она с чистой совестью и с чистой пупой идет спать свой второй сон. Мы пытаемся построить режим так, чтобы у нас самое активное время дня было, это первая половина дня, то есть мы проснулись, и вот до второго сна у нас прям очень активно проходит время. После второго сна она будет очень спокойно гулять в колясочке, ей нравится, она едет, все разглядывает. Мы запустим наших помощников, посудомольку, робот-пылесоль запустим, да, за которым мы все время охотимся, и пойдем гулять. Если бы я ей позволила, она бы сидела бы тут вообще часами. У нее довольно-таки мало игрушек, просто потому что я пока не знаю, что можно еще приобрести для купания, но все игрушки, что у нее есть, она их очень любит, может рассматривать часами. Продолжение следует... Да, я же хотела рассказать, куда у нас появился этот стул. И этот стульчик мы купили на Авито за 1300 рублей. И зачем же мы его купили? Так как Варя только учится кушать, то она кушает довольно-таки грязно. И вот этот наш стульчик, его отмыть, это не самая простая задача, занимает это много времени, и это чисто физически для меня тяжело, потому что, во-первых, стульчик очень тяжелый, у него более сложная форма, да, и его вот этот чехольчик, он весь такой в складочках, да, и его, в принципе, сложно помыть, да, потому что это нужно все отмывать, доставать. Я его даже в стиральную машинку закидывала. В общем, пока ребенок учится кушать, этот стул, он подходит, но не идеальный. А еще, кстати, у него довольно-таки высокий столик, и Варе как будто бы плохо видно, что у нее на тарелке, потому что она сама по росту низковата для этого стульчика. И еще важный момент, у него спинка не приводится в идеально прямое состояние вертикальное, то есть у него не 90 градусов спинка, и ребенок в итоге постоянно как-то заваливается назад, на бок, ну, в общем, не очень удобно, когда ребенок учится кушать. А икеевский стульчик идеален, потому что он очень легкий, он поднимается одной рукой, у него очень простая форма, простые ножки, полностью пластиковая сидушка и столик. Все это легко относится в ванную, моется буквально за одну минуту, тряпочкой обтирается, и все, все готово. Тут удобно сидеть, он простой, мы туда пеленочку под низ постелаем, чтобы ей просто было помягче. Спинка у стульчика в идеально ровном прямом состоянии. В общем, пока Варя учится кушать, мы вот решили все-таки использовать такой стульчик, тем более он на вид стоил 1300 рублей, вообще отлично. Тот стульчик мы тоже будем использовать, да и вообще, вот Варе 9 месяцев, все 9 месяцев мы его использовали, потому что когда она была совсем маленькая, это полностью горизонтальное положение, то есть он у нас использовался как шезлонг. К нему идет дуга в комплекте с игрушками, он вообще супер классный. Котеночек мой уже проснулся, мы с ней сходили в уборную, сделали наши дела, переоделись, и сейчас готовимся идти на прогулку. Папа наш написал, что пораньше с работы приедет, он уже через полчасика приедет, мы как раз к его приезду выйдем гулять, чтобы его встретить. Слушайте, зацените, какие нереально красивые вещи делает Радуга Грёс, наша российская компания из дерева делают такие красивые игрушечки. По-моему, очень вероятная красота. Да, малышечка, тебе нравится? Ты нам бабушка нашу купила. Да. Давай, поставим. Вот так вот. Опа, смотри как. Как такое, когда безветренный вечер. А вот смотри, а как она лежит, как бы в пасову, как не облачка. Срывай, наверное. Да они померзнутые, я тебе говорил. Какое еще? Ну они вон уже темнеют. Сейчас бабы летят вообще. Все, вот листочки. Да. Мелкие-то зачем? Мы пришли домой с прогулки, пока разделись, пока умылись. Поужинали, я уже не стала снимать, потому что это наше такое семейное время. Мы готовимся ко сну. Спасибо вам, что провели этот день с нами. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok